Мы с вами немножечко слонцитники находились. Древнейшие существа, так, устроенные это слонцитники, сохранились в леонгологической редкописи, в слоях, которым около полумиллиарда лет. То есть 500 миллионов лет. Так? На самом деле, вот пару слов о том, какие существа нам известны из прошлого, а какие неизвестны. Ну, понятно, что ни одно само живое существо за такой срок нам сюда прийти не может. Так? Их останки. Но все ли останки нам известны. Что должно с останками живого существа произойти, для того, чтобы мы вот сегодня могли это изучить. А это должно попасть в воду и насыщаться на какие-то ситуации. Да. И после этого из него приблизились консервы, есть консервы, полмиллиарда лет лежат. А может, на родицу завеститься в роду? Вот, это другое дело. Мы имеем дело, конечно, не с самими живыми существами, а с опаменелостями. Правда? Про малекулатом мы услышали. Все предметы нашего материального мира состоят из этих супермикрочастиц. Биологические тела из одного набора, а вот минералы из другого набора. Но дело в том, что малекулатомы не стоят на месте. Они постоянно движутся. Правда, линейная скорость перемещения в твердом теле исключительно мала. Можно сделать такую вещь. Взять, допустим, серебряную золотую пластинку, отполировать гладко-гладко и прижать плотно-плотно друг к другу. И вот если их оставить на 200-300, а через 300 лет снять зажимы, выяснится, что вы их не можете разъявить. Золото проникло в серебро, а серебро проникло в золото. Так произошла естественная сварка. Само прочное на свете дело не разнимается уже никак. И никогда. В результате за миллионные лет нахождения в земной породе ткани живых организмов замещаются на частицы минералов. И мы получаем либо ядерную окаменелость. Ядерная окаменелость будет повторять попорно то живое существо, которое в этом месте лежало. Либо получаем опечаль. Так скажите, с вашей точки зрения, все части живых существ одинаково хорошо умеют окаменевать? Нет. Лучше всего что окаменевают? Скелеты. Скелеты и любые плотные части тела. Чешуя, допустим, очень плохо окаменевают. Зубы, которые не относятся к скелету, тоже окаменевают. А вот мышцы окаменевать не умеют. Поэтому, когда вы где-нибудь на сайте сети находите сообщение о том, что нашли окаменевшее сердце динозавра, дальше можете не читать. Чушь полная. Ну, вот просто такой бред, рассчитанный на обывателя. Не окаменевают сердца. Кишечник не окаменевает. Вот если зверюка съела, перед тем, как погибнуть, чего-нибудь тверденькое, то вот это твердое содержимое кишечника желудка оконять может. А вот сам кишечник, стенки желудка, печень и все прочее люди не умеют принимать. Так? Зубы, ацетика, чего-нибудь твердое внутри есть? Холодое. А она твердая? Да. Насвещает. Насвещает. Она гибкая. Ну, вот, ребят, с детского сада, если вы в него ходили, с детсадовского возраста, есть такой термин, дерзкий термин, который звучит как крепкий. Вот это крепкая вещь, а вот это некрепкая вещь. Ребят, крепкая бывает волка. Ничего другого крепкого на свете дружбы бывает крепкой. Это архивов. А вот такого свойства физических тел крепости не бывает. Есть самые разные другие. Вот твердость. Вот что такое? Так, наверное, на сколько плотно расположены атомы? Ну, маленькая какого-то другого зла. Хороший вариант ответа. Ну и как ее можно померить? Вы же не будете под микроскопом атома рассматривать? Ну, вес, да. Вес к плотности. О, нет, не пройдет. Дело в том, что сами атомы весят очень по-разному. Вот объемы они занимают примерно одинаковые. Ну, не совсем одинаковые, конечно. Но вот масса их может ограничаться в тысячу раз. Вот если вы берете один предмет из тяжелых атомов и один большой расставим, то как его. Все равно его плотность будет больше, чем плотность предмета, где оно очень близко. Да? Но они любят. Типичный пример. Что тверже? Свинец или алмаз? Алмаз. Алмаз во много-много раз тверже. Свинец очень мягкий. А при этом у кого плотность? У свинца или у алмаза? У свинца. У свинца намного выше. Значит, так что твердость и плотность – это разные вещи. Биолог должен понимать, что такое твердость. Без этого он никогда не поймет, из чего можно сделать зубы, а из чего нельзя. И когти, из чего можно сделать, а из чего нельзя. Берем два предмета и пробуем одним из них оцарапать другой предмет. Вот тот предмет, который не меняет форму, будет более твердым. У него атомы ближе друг к другу, отобрать их друг от друга сложнее. А тот предмет, на котором осталась царапина, менее твердый. Ну и какая субстанция самая твердая на нашей планете? Как раз алмаз. Его твердость принята за десятку по шкале Моуса. Самый твердый минерал, а алмазом можно оцарапать все, что угодно. А самый мягкий минерал, так, это верно. Кстати, очень мягкий минерал, а звездняк. Я беру кусочек милл и проложу моктем черту. Что-то останется? Да, останется. Мягкий минерал. Меркель очень мягкий минерал. Вот, и так далее. И есть здесь одна нехорошая стекенция. Для металлов, во всяком случае, работающая. Чем тверже стальная пластина, тем она более хрупкая. А хрупкость это такое свойство? Как сывчатая, обратная плюдасть. Нет, это не обратная плюдасть. Как сывчатая стеклянная плюдасть. Скажите, а что будет с алмазом, если я положу его на наковальню и ударю в голову? Что будет с мопотом, наковальней, алмазом? Ага, алмаз превратится в пыль. Но удар он реагирует ровно так же, как стекло. Если вы положили кусок стекла на наковальню, ударили молотом. Что с стеклом? Все. Вот ровно то же самое будет с алмазом. Твердые тела, как правило, хрупкие. Ударных нагрузок не выдерживают. Раскалываются, крошатся. Ребят, понимание физики и химии для биолога абсолютно необходимо. Вообще, современная биология – это физика, химия и математика. А уж потом – травки-збирюшки. Так, стройно? Значит, хорошо, возвращаемся. Так вот, что же может окаменеть в теле ланцетника? У него еще твердое место. По идее – ничего. Может, твердые частички? Нет. Нет там твердых частичек. Поэтому, ну, в палеонтологии больше двухсот лет, и ни одна была отпечатка, медуза или ланцетника, известно, не было. Пока не нашли совершенно фантастическое поле в северном Китае. Это была система очень мелководных морских вагон с тонким-тонким-тонким тещаным дном. Вот песок просто как пудра протертая. На мелководье, когда сверху дует ветер, волны поднимаются? Да. Причем, где-нибудь посредине океана, я взял на 50 метров, погрузился, наверху может быть буря, а на глубине 50 метров? Ну, ничего нет. Абсолютно спокойная вода. А там всего 3 метра в этих заливах было. Поэтому, когда буря, что происходило с отраслью? Тухотельная. Она вся перемешивалась. А песок очень мелкий. Ну, он тоже с песком. Взвесь. Все сверхмутное. Буря прошла. Песок осаждается. Да. И смешно смятим тело. Очень тонким песком. Если повезет, если следующая буря будет не так быстро, так, в такое малюсенькое тело достаточно легко проникают минеральные элементы из окружающей среды, мы, правда, не получим полную обмененность, мы получим слепых отпечаток. Этот песок минерализуется и превращается в минерал песчаник. Если взять такую песчаниковую конгрессу и расколоть, вы увидите фотографию зверя. Фотографию медуза, фотографию ланцетника со всеми, всем детальками. Но это одно такое местонахождение, сейчас известно, одно единственное, где можно найти окаменелости даже самых мягкотелых существ. Это было в Северной Китае. Так вот. А еще через 50 миллионов лет от существ, подобных ланцетников, происходит уже первое позвоночное. И вот сегодня мы посмотрим, что же произошло.